Вот здесь моем, здесь воды нальем, вот здесь 13 комнат, да, все здесь находимся. Здесь поставленная очередь у нас тоже. Эта маленькая комната в общежитии – единственное жилье алматинца Серика Мухаммедалина. 12 квадратных метров. Здесь тебе и кухня, и гостиная, и спальня. 10 лет мужчина пытается расширить жилплощадь. В надежде получить законный 10 соток, Серик побывал во всех уполномоченных инстанциях. У чиновников на все готов, короткий и ясный ответ – земли нет. У меня дети есть, внуки есть даже. Вот я не могу их сюда пригласить, потому что здесь тесно, действительно. Где здесь спать, там, койки нету, вот одно, даже самому тесно. Пока мне 53 года, я сейчас еще могу дом построить. А через, например, через 10 лет никому не до этого будет. Пенсионер Слава Ачкинази живет в этой скромной комнате общежития 13 лет. Он не требует у государства обещанного земельного участка. Единственная просьба – не отбирать эту комнату. По словам Максакала, Акимат под разными предлогами уже не раз пытался выселить жильцов общежития. Идти пенсионеру некуда. Воду отключили, свет отключили, вся мебель, кровати, столы, тумбочки, все. Из пятого по второй этаж все выбрасывал. Согласно 50-й статье земельного кодекса, каждый гражданин имеет право на 10 соток земли под строительство жилья. Но, как говорят организаторы сегодняшней пресс-конференции под открытым небом, добиться этих соток удается далеко не каждому. В связи с тем, что неправильное распределение, у нас несколько процентов, владеют, наверное, 90% земли. Вот поэтому, получается, нашу долю, каждого из вас, кто-то забрал. Во имя закона и справедливости, как выражаются активисты, они намерены собрать курута бездомных и создать новое движение. Всенародное собрание состоится на днях в Алматы.